Всем привет! Сегодня у нас необычное видео, потому что я первый раз в жизни записываю видео, находясь в России. Поэтому сегодня вы услышите 7 причин, почему мы уехали из Америки. Давайте перейдем сразу к делу. И первая причина, почему мы оказались здесь в России, это работа. Я начала свой проект, проект, который называется Future Lingual. Это проект, посвященный семьям билингалов. И у нас сейчас очень активная деятельность, мы собираем свою команду, мы дорабатываем наш продукт. У нас есть видеокурс, у нас есть языковой дневник. Подписывайтесь, если семьи есть, которые меня сейчас слушают с детьми билинглами, вам будет очень интересно. Поэтому объем работы, который у меня есть, мне не хватает, находясь в США. В США, когда мы живем в Нью-Йорке, мы с мужем поочередно чередуем дни рабочие. У нас один только выходной день, это воскресенье, а все остальные дни мы чередуем. Я работаю понедельник, свет, пятница, и муж, соответственно, вторник, четверг и суббота. Я работаю всего лишь 5 часов в день. Получается, в неделю это 15 часов, и мне этого катастрофически мало. И последние 3 недели, вот до нашего приезда, я работала, так скажем, сверхурочно. Не потому что это слишком много, но просто потому что 15 часов для меня действительно очень маленькое количество времени. То же самое с моим мужем. Он начал свой тоже проект, он пишет на платформе Medium, он ударился в писательство, всегда это он любил. И, в общем-то, в принципе, он делает то, что любит. И получается так, что он на сегодняшний день, и я, нуждаемся в гораздо больших часах рабочих, нежели у нас есть. Соответственно, отсюда выходит второй пункт, почему мы приехали сюда. Это отдых. Надо сказать, за последний год мы вообще не отдыхали. Даже порой наше воскресенье, которое, казалось бы, должно быть хотя бы один раз в неделю, когда ты отдыхаешь, у нас его и не было. Потому что мы либо работаем на работе, либо мы с детьми. Садика у нас нет, поэтому об этом я обязательно расскажу чуть попозже. Но, в целом, если взять вот так, за год у нас ровным счетом не было вообще никакого отдыха. Думаю, что многие, у которых есть дети, поймут меня, что отдых это максимально нужно. Я понимаю, что у многих его нет. Но когда ты живешь совершенно один, да, как иммигрант в чужой стране. Конечно, она мне уже отчасти тоже страна Америка мне не чужая. Но все равно у нас нет там помощи абсолютно никакой. И поэтому бесконечная работа и дети — это достаточно, ну, скажем так, напряженное время. И отдых нужен. Ты понимаешь, что твои ресурсы изнашиваются. О себе нужно прежде всего думать. Когда говорят, допустим, летишь в самолете, сначала нужно маску себе, потом ребенку. Потому что, во-первых, нужно заботиться о себе. И только потом о детях. Просто потому что, если ты находишься не в ресурсном состоянии, ты не можешь качественно заботиться о своем ребенке. Поэтому мы понимаем, что в России здесь есть помощь. И это мы переходим к другому пункту. Это называется пункт «Семья». Мы прилетели в город Анапа. Этот город для меня неродной. Но мои родители переехали сюда 4, может быть, 5 лет назад. Из Сибири, из города Новосибирска, откуда я родом, где я родилась. И они живут здесь просто потому, что здесь, конечно же, климат гораздо более благоприятный. И они создали такой, я вот нахожусь в их доме, да. Дом специально для внуков, для посещений, для гостей. И здесь максимально комфортно, когда к ним приезжаешь. Безусловно, семья — это большой фактор, почему тоже сюда приехали. Потому что мы очень сильно соскучились. Мы уже не виделись целый год. Обычно мы 2 раза в год видимся, но, понятное дело, из-за ковида не получилось. Поэтому мы, конечно же, с радостью. Мои родители были очень счастливы, когда узнали, что мы приедем. Потому что они уже потеряли всякие надежды, что это случится. Мы, честно сказать, тоже. Но настолько мы устали от работы, дом, работа, 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 дети. Что мы поняли, что нам нужно менять что-то. Потому что мы оба с Чамару находились в достаточно напряженном состоянии долгое время. И это, наверное, к добру не приведет. Поэтому мы решили, что можно сочетать приятное с полезным. Поэтому, как я говорила, работа — работается, отдых — отдыхается. И еще плюс семья, которая нам помогает, безусловно. Потому что маленькие дела, допустим, как уход за детьми, раз разотачиваются вместо того, что ты один за ними, то хотя бы на 3 человека — это я и мама, папа, то есть бабушка и дедушка. Очень важный пункт лично для меня, так как я занимаюсь темой билингвизма, это язык, русский язык. Я за сохранение русской культуры и русского языка у моих детей. Для меня это принципиально важный момент. Для меня деятельность направлена на то, чтобы помочь семьям билингвальным сохранить культуру и язык, находясь, проживая за границей. Поэтому, конечно, для меня было очень важно каждый год, как минимум раз в год, выезжать в страну, где говорят на этом языке, где это язык большинства, которым, безусловно, Россия является. Это очень важный момент в психологии, именно в языковой такой психологии лингвистического ребенка, когда он видит, что большинство людей говорит на этом языке, приобретает важность, особенно когда он видит, что большое количество детей разговаривают на этом языке, поэтому мы рассматриваем вариант, чтобы отдать Александру, возможно, и Андриану тоже, но на поменьше всего два годика. Детский сад. Здесь частный детский сад. Для нас это достаточно недорогое удовольствие по сравнению с ценами, и это следующий пункт. Следующий пункт — это деньги. И это важно тоже, я считаю, что с вами обсудить, рассказать, просто потому что, безусловно, наша семья сейчас проживает не самые лучшие финансовые времена. Я думаю, как и многих, нас тоже коснулось это. И, безусловно, тут на сегодняшний день нужно выбирать и просчитывать такие ходы, которые вроде бы и для нас удобные, но, с другой стороны, не сильно нас затягивают в какие-то там долговую яму, скажем так. Поэтому садик на сегодняшний день в Америке мы себе, который мы хотим, где нет отношения масса, где, ну, такое достаточно спокойное отношение ко всей ситуации, но такой садик, к сожалению, у нас на сегодняшний день нет возможности оплатить, потому что такой садик стоит от полторы до двух тысяч долларов в месяц, поэтому здесь, по сравнению в России, это, вот мы нашли садик за сто восемь долларов, полный день, и там занимаются ими, там их очень мало человек в группе, в общем, частный новый детский сад. Конечно же, таких цен в Америке нет, и исходя именно из точки зрения, что где мы будем жить достаточно более комфортно и за меньшую стоимость, безусловно, Россия здесь выигрывает. В целом, образ жизни и уровень жизни в России, конечно же, ниже, поэтому, если переводить в долларовом эквиваленте, для нас здесь жизнь гораздо более доступна, купить что-то, жить как мы хотим, нежели в Америке. В Америке на сегодняшний день, ну, я не могу сказать, что мы выживаем, но, безусловно, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Я буду с вами максимально откровентной и искренней, потому что я думаю, что многие из вас, которые смотрят за видео, они наверняка тоже проживают, возможно, не самые легкие времена, поэтому дайте мне знать в комментарии, какая у вас история, я с удовольствием почитаю, и друг друга таким образом мы поддержим. Шестой немаловажный пункт — это здоровье. К сожалению, в Америке у нас нет такой стабильной, хорошей, качественной страховки, потому что у нас нет работы, и хорошая, качественная страховка, она оплачивается либо компанией, либо ты ее оплачиваешь из кармана, что тоже очень дорого. В целом, выходит страховка платная, хорошая, несколько тысяч долларов, и понятное дело, что мы не хотим тратиться на нее просто потому, что, ну, вроде как бы мы здоровы, и такой надобности нет, такие деньги тратить, но с другой стороны, нет такой уверенности, что если вдруг что-то случится, то ты не можешь даже никуда обратиться, потому что тот счет, который тебе выставит, ну, как бы он может вызвать какой-то инфаркт или какую-нибудь другую болезнь страшную, поэтому... В общем, здоровье — это просто еще один пункт, почему мы решили приехать в Россию, потому что просто-напросто у девчонок есть страховые полисы здесь, мы можем бесплатно обратиться в поликлинику, по месту жительства. Да, девчонки граждане Российской Федерации, у них есть регистрация здесь в России, они полноправные граждане, смеют полисами, в общем-то. А здесь ни с каких сложностей стоит, так же, как и у меня. Вот, поэтому, в принципе, что касается здоровья, когда я приезжаю, либо мы приезжаем в Перу, либо в Россию, мы всегда проходим все анализы, просто потому, что это дешевле, потому что это более доступнее. И, честно сказать, уровень медицины, как бы это может быть смешно, для кого-то не звучало, мне нравится именно подход в России, как комплексно подходит тому или иному. А вопрос, что касается здоровья в то время, как в Америке, это больше давайте делать на вас деньги. Это как бы напрямую вам не говорят, но в целом ты как бы это понимаешь, что все это сделано ради того, чтобы высосать побольше денег из своей страховки. И это, конечно, расстраивает. И если сравнивать на сегодняшний день важность этого вопроса, такое как здоровье, то мы все-таки решили, что нужно быть нам здесь. И вот, кстати, мы проходили карантин, сейчас на карантине, да, то есть у нас второй день, мы куда-нибудь выходим. И нам вчера прямо домой, в первое время мы приехали, да, вечером, ночью и утром, в 10 или в 11 утра, у нас уже человек пришел, взял у нас просто на дома наши анализы, и, в общем-то, завтра нам уже скажут результаты, и в зависимости от результатов мы можем выходить на улицу. Вот, поэтому очень удобно, очень комфортно и без каких-то сложностей, которые, допустим, есть в Америке. Последний пункт, он, может быть, не самый важный, но также его, как нам казалось, с чем Аару было важно, обсудить и знать, и принять во внимание, это на сегодняшний день в Америке достаточно нестабильная политическая атмосфера. Ну, наверное, вы все знаете, что это выборы, это согласные и не согласные с тем, что есть. Мы вообще очень аполитичны, то есть мы стоим абсолютно не заинтересованы во всем, что происходит, мы не смотрим новости, узнаем о каких-то новосях, чисто так вот откуда-то от других людей, может быть, там с Инстаграма, социальных сетей, но действительно, у нас нет даже телевизора дома, мы новости не смотрим. Но, несмотря на это, даже, вот, допустим, Чамару было гораздо спокойнее за нас, что мы будем находиться здесь, потому что здесь как бы никакого шума, быстрее не предвещается, в то время как в Нью-Йорке, да, как эпицентр такой событий, как всегда, ну, какая-то есть вероятность, что будет что-то нестабильно. Поэтому, безусловно, когда мы принимали это решение, оно, кстати, было принято достаточно быстро и реактивно, то мы брали это в учет, тоже ставили. Я очень надеюсь, что это видео было полезным. Задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, Ольга Роха в Нью-Йорк-сити, то обязательно подписывайтесь, и я увижу вас в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok